Осень здесь всегда золотая. Ивановская школа долголетия, которая существует на базе Центра Элита, в этом году исполняется 20 лет. Все эти годы здесь успешно справляются с непростой задачей – делать людей в возрасте счастливее. Иваново – не только родина Первого Совета, это родина лучшей школы, школы долголетия в нашей стране. Сейчас Москва подхватила наши инициативы, потому что мы часто участвуем в грантах. И, конечно, эта информация распространяется по стране, мы ей делимся. И то, чем сейчас гордится Москва, Московская область, мы этим, работая с пенсионерами, занимаемся 20 лет. И 20 лет у нас за эти годы колоссальный опыт накоплен работы с этой категорией граждан. Начинала школа с 15 слушательниц. Это женщины, которые вышли на пенсии, но при этом остались полны сил и энергии. Сейчас здесь более 300 учениц. На самом деле желающих гораздо больше. Те помещения, что есть, не вмещают всех. Самое главное, считают в школе, душевное и физическое здоровье. А красота – это уже приятный бонус. Слушательницы школы долголетия выглядят на 10 лет моложе своих сверстниц. Нам здесь всегда рады и администрации школы, и наши преподаватели. И, конечно, здесь еще очень приятное общение с своими одноклассницами. Кроме занятий, у нас, конечно, очень много разных мероприятий, которые нам и школа организует. И мы сами в группе организуем постоянно разные такие мероприятия. Поэтому школа, она нам дает в нашем возрасте очень многое. И общение, и радость, и новые, всегда новые и новые знания. Программа занятий разноплановая. Есть здесь место и урокам истории, и актерскому мастерству. Музыка, хореография, живопись помогают в первую очередь снять напряжение, вернуть человеку гармонию. А тренинги по развитию памяти еще и уверенность в себе. Занятия пользуются большим спросом. Желающих настолько много, что в этом году набрали дополнительную группу. На занятиях по развитию памяти мы используем мнемотехники, то есть приемы правильного запоминания, легкого запоминания, любой информации. Также используем упражнения на развитие внимания, наглядно-образную память, зрительная память, слуховая. И много упражнений на именно развитие правого полушария, потому что оно у нас в спящем режиме находится. Поэтому мы рисуем обеими руками, рисуем левой рукой очень много. Слушательницам очень нравится. В школу долголетия приходят дамы в возрасте от 55 лет. Есть слушательницы и старше 90. Это люди, которые хотят жить полной жизнью и быть втрою, невзирая на возраст. А школу долголетия создана для того, чтобы в глазах как можно дольше светился огонек счастья. Любовь Почерникова Антон Осипов, РТВ Иванова.